В студии Елена Кузовкина. А я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях дня. Смотрите в этом эфире. Долгожданный ремонт центрального проспекта Барнаула стартует сегодня ночью. Сказать, что лицо города, конечно, наверное, чересчур, но тем не менее. Ездят по нему очень многие люди. Почему работы будут проводить в темное время суток? Скоро они отметят долгожданное новоселье. Я всю жизнь мечтала работать на селе. Не заведующая, а фельдшерам. Как стать участником программы устойчивое развитие сельских территорий и получить сертификаты на жилье? Альтернатива общественному транспорту и личному авто? 35-40 минут. Рекорд полчаса, когда торопился. В Барнауле прошла всероссийская акция на работу на велосипеде. Ну, начнем выпуск с печального известия. В районе Булыгина в начале четвертого сегодня насмерть сбили велосипедиста. На момент записи нашей программы было известно, что это девочка. Возраст полицейские не уточнили. Все произошло на пешеходном переходе. Подробности в наших ближайших выпусках. Я от себя лично обращаюсь ко всем участникам дорожного движения. Будьте предельно внимательны. Мы же продолжим. Дождались. Уже сегодня ночью начнется ремонт Ленинского проспекта Барнаула. На каком участке в первую очередь начнутся работы и стоит ли автомобилистам бояться огромных пробок, расскажет Андрей Дреер. Самый центр города – Ленинский проспект. Автомобили лавируют, только чаще это не смена полос, а попытка увернуться от ям. В таком состоянии дорога находится уже несколько лет. Автомобилисты, отвечая на вопрос о качестве покрытия, не могут сдержать эмоций. Что вы думаете о качестве дороги на Ленинском проспекте? Ой, да не то слово. Качеству дороги на Ленинском проспекте. Наконец, администрация города сообщила о том, что уже сегодня начнется ремонт проспекта. Работы будут проводиться ночью, чтобы избежать больших автомобильных заторов. Водители, как показал опрос, готовы терпеть временные неудобства, ведь сейчас они и вовсе вынуждены объезжать Ленинской стороной. Два участка дороги, вот именно возле Меда почему-то, и получается, от площади Октября едешь до моста, там вообще не очень. Как-то так. Хорошо. А проблем у вас с машиной никогда не было именно из-за этих мест? Потому что движение вроде очень активное. Там может аварии какие-то. Стойкие, убитые, понятное дело. Благодаря нашим дорогам. Скоро менять будем. Я считаю, что если это Ленинский проспект, центральный проспект города, он весь должен быть идеален, в принципе. Сказать, что лицо города, конечно, наверное, чересчур, но тем не менее. Ездят по нему очень многие люди, и чиновники, и все-все-все. И, думаю, не очень приятно ездить по ямам, и выбоинам, и люкам, в частности, которые, бывает, торчат. А Ленинский, я не знаю, почему до такой степени довели, даже без понятия. А у вас с машиной никаких проблем, вот именно из-за Ленинского проспекта не возникало? Ну, я стараюсь по нему не ездить, вообще-то. А, то есть даже так? Да, чисто вот по... Ну, невозможно ехать вообще. Объезжать больше не придется. Этот ремонт, вероятно, будет одним из самых масштабных в предстоящем сезоне. И отмечается, что, в первую очередь, покрытие обновят от улицы Димитрова до площади Баварина. Далее, от площади Октября до улицы Северо-Западной. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком. И еще информация для автомобилистов. Уже сегодня вечером в 20.00 в Барнауле перекроют движение на участке улицы Гоголя от проспекта Красноармейского до Социалистического. Откроют движение лишь вечером 20 мая. По сообщению Комитета администрации города по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, это произойдет из-за работ по строительству наружной сети газоснабжения. Маршрут движения автобуса номер 40 на этот период будет изменен. Подробности есть на официальном сайте города. Судьбу старинной усадьбы купца Михайлова спорят в суде. Общественная организация «Гражданский патруль» намерена в судебном порядке оспорить отказ Алтайохранкультуры вернуть усадьбе статус памятника. Об этом нам рассказал руководитель гражданского патруля в Барнауле Игорь Берг. Напомним, около месяца назад, пытаясь спасти усадьбу Михайлова от сноса, общественники обратились в Алтайохранкультуру с просьбой вернуть здание под охрану закона. Но чиновники ответили отказом, заявив, что оснований вернуть строение в число памятников недостаточно. Теперь общественники пытаются оспорить это решение в суде. Судебное разбирательство пройдет 23 мая в Центральном районном суде. Процесс обещают сделать открытым. В качестве третьей стороны на суде будут присутствовать представители краевой прокуратуры. Между тем, разбор усадьбы продолжается. Одно из зданий полностью уничтожено. Начали работы на Большом каменном строении. Как в 90-е, в Барнауле не поделили территорию владелец киоска и магазин известной торговой сети. В ситуацию даже не смогли вмешаться сотрудники полиции и администрация района. О конфликте расскажет Ирина Корчагина. Взяла и выбросила киоск со своего места. Это самый настоящий рейдерский захват, говорят очевидцы. На кадрах видно, мужчины не дают проехать технике, чтобы вернуть киоск на место. Представители индустриального района и полиция стоят рядом и ничего не могут сделать. Киоск «Соня» соседствует с известным магазином более 10 лет. Предприниматели занимаются чисткой подушек и одеял. Казалось бы, никакой конкуренции. Наше предприятие удостоено статуса социального предприятия. Этот статус дает администрация города. То есть мы даем социальные карты инвалидам, ветеранам, воинам. Проблемы начались в мае, когда известный магазин провел ребрендинг. Новый логотип, новый стиль. Видимо, соседний киоск «Соня» пришелся не по фэншую. Владельцы «Сони» говорят, что им уже два раза вырубали электричество и заваривали двери киоска. Они мешают никому. Так удобно, что трясем подушки. Здесь постоянные люди, постоянно привозят, трясут. И не знаю, кому он там помешал. Бабушки, которые рядом торгуют овощами, свидетели конфликта. Их павильоны, как и киоск «Соня», находятся здесь на законных основаниях. Но женщины все равно боятся, что когда-нибудь и их отсюда попросят. Вообще, мы им всегда мешаем, особенно, знаете, когда на 1 сентября. Уж очень мы мешаем. У них свои цветы, у нас свои цветы. И они нас гонят. Я ничего никуда не двигаю. Я выполняю свою работу, обслуживаю покупателей и настраиваю свой рабочий процесс. Кто выгоняет? Директор выходит. Мы даже директора в лицо знаем. Директор этого магазина выходит, выгоняет. В администрации индустриального района нам подтвердили, что земля, на которой стоит киоск, не принадлежит известной торговой сети. У предпринимателей «Соня» есть договор аренды с администрацией. По словам чиновников, сейчас ведется разбирательство с привлечением полиции. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Стало еще хуже. Это я уже про другую тему. В Заринске не утихают споры вокруг мусорной реформы, которая отдала сбой в начале мая. Тогда город утопал в мусорных пакетах, а краевой Минстрой даже вынужден был провести специальный рейд. Сегодня волна возмущений стихла, но не исчезла. Мы решили узнать, в каких условиях вынуждены жить жители Заринска и почему это происходит. Посмотрите. Просто жесть. 5 мая – финал первой волны отдыха. Итоги праздников в пакетах. Город заварен мусором, а такими видео в соцсети. Тогда регоператор оценил все это как фейк. 17 мая. 12.31. Та же самая песня. Приехала машина, забрали контейнеры, вытряхнули. Все привалило этими контейнерами. И все, что рядом находилось, все осталось. Жители на нервах с нового года. Сначала фото переполненных баков делали для интереса. В Заринске такое в диковинку. К весне удивление сменилось возмущением. Екатерина Тернова после обвинения в фейковости ежедневно следит за регоператором. С часов в 10 мы уже смотрим с окна. Я вот живу здесь вот. Смотрю с окна, мусорки полные. Начинают звонить. В 10, в 11, в 12. И пол первого в час только начинает, переезжает первая машина. В Заринске сбор ТКО происходит, ну так уж у них сложилось, два раза в день. Хотя, согласно всех санитарных норм, достаточно один раз в день собирать. А вы один раз в день? Мы собираем два раза. Мы несем дополнительные затраты. Это все, ну, достаточно тяжелая ноша с экономической стороны. Вот сегодня они убрали. И то вот это не убрано. Но это пока сейчас у нас часов до пяти. А потом? А потом-то после пяти люди натаскали и вечер, и до утра. На полигоне принимают машины до восьми часов вечера, говорит директор. И в среднем сюда совершают 11 рейсов за день. Бывает такое, что работают две машины на весь город. Это подтверждает накопительные ведомости, где расписываются водители. Всего, насколько я знаю, наверное, четыре. У прошлой мусоровозящей компании было восемь. При этом сейчас люди отдают за мусор в три раза больше, чем до января, а некоторые еще и платят за троих. Так решил сам рекуператор, посчитав, что именно по трое живут в каждой квартире. Но пока в Заринске все силы бросили на чистоту самого города. Ежедневно сотрудники рекуператора и администрации проводят рейды, чтобы контролировать вывоз мусора. В таком режиме будут работать до конца мая. Вопрос графика вывоза и начислений все еще в разработке. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. А вот у жителей Первомайского района есть повод для радости. На днях 9 медицинских работников там получили заветные сертификаты на жилье. Всего же 700 семей края в этом году отметят долгожданное новоселье. По программе устойчивое развитие сельских территорий из краевого и федерального бюджетов выделено 830 миллионов рублей. С подробностями Дарья Идемиллер. Вдох. Выдох. Для жителей села Сорочелок Мария Суворова – главный айболит. Она работает в местном ФАПе с 2011 года. До этого жила и трудилась в Барнауле. В день она принимает по 20 человек. А не так давно Мария Ивановна получила титул – лучшая акушерка Алтайского края. Я всю жизнь мечтала работать на селе, не заведующей, а фельдшером. Мне казалось, что это такая профессия, которая нет лучшей на земле. Так что так было. И так ли это? Вы знаете, ну, наверное, итог вот сейчас, вот сейчас понимаю, наверное, так. Не могу, наверное, другую работу не найду. Она не отказывается лечить нас. Еще вдобавок в массах возле работать успевает и везде. И детей воспитывает, успевает. Молодец, короче. А воспитывает Мария Суворова вместе с мужем участковым четверых детей. Все семьей они сейчас ютятся в доме в 27 квадратных метров. По программе устойчивое развитие сельских территорий им выделили более 2 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. В очереди на такую премию Мария Ивановна стояла 4 года. В рамках этой программы выделяются денежные средства на приобретение для строительства жилья именно в Первомайском районе. Условия – это молодые специалисты до 35 лет отработать не менее 5 лет в данном учреждении по основной должности не менее одной ставки. При этом в собственности не должно быть никакого жилья. На Первомайский район в этом году выделили 46 миллионов рублей. Деньги на покупку и строительство жилья получили 9 медиков. В прошлом году для сравнения на район выделили чуть больше 3 миллионов. Деньги дают из федерального и регионального бюджетов. В этом районе в очереди на финансовую поддержку сейчас 10 человек. Чебурло красное. Вот увидели мы вас. Мария Суворова в своей очереди все-таки дождалась. Теперь в планах достроить большой дом для семьи с двумя этажами и просторными комнатами площадью 120 квадратов, чтобы у трех дочерей младшего сына наконец появились свои комнаты. Дорида Миллер, Николай Шилко. День с толком. Варнаульские велосипедисты нашли альтернативу общественному транспорту и машинам. Сегодня в краевой столице прошла всероссийская акция на работу на велосипеде. Александр крутит педали уже 11 лет и пересаживаться на автомобиль не собирается. Говорит, мало того, что для здоровья полезно, так еще и гораздо быстрее, например, добираться из дома до работы. 35-40 минут, рекорд полчаса, когда торопился. На общественном транспорте в два раза больше. Сколько в городе активных велосипедистов точно неизвестно. По подсчетам организаторов акции не менее 5-7 тысяч, а скорее даже больше. Только на этой энерготочке, что расположилась на площади Советов, а по городу их сегодня работало 3, за пару часов остановилось больше сотни человек. Один из организаторов акции, Евгений Бочинин, разрабатывает проект особой велосипедной инфраструктуры. Он считает, для этого не обязательно кардинально менять городскую дорожную сеть, строить велодорожки. Важнее продумать оптимальные маршруты для велосипедистов, чтобы передвигаться никому не мешая и в то же время не рискуя попасть под машину. На первом этапе главное связать основные точки притяжения людей, а потом уже на дальнейших этапах развития более локальные маршруты. Стоит задействовать, опять же, улицы на первых этапах малоактивные, с более низким трафиком автомобильным. Ну, это, например, улицы Георгия Исакова. Одновременно уверен он, надо работать с культурой вождения. Многие велосипедисты, например, не носят защитные шлемы, превышают скорость, нарушают правила просто от незнания. Тем более, что число сторонников двухколесного транспорта в ближайшее время наверняка продолжит расти. А следующая подобная акция пройдет в Барнауле уже в сентябре. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза «Банк Восточный». А у меня на этом все новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова